Итак, как правило, в конце года я хотел бы обсудить такие вопросы, склонен обсуждать такие вопросы, как жизнь и смерть. В американских средствах массовой информации всегда в это время появляются статьи об известных людях, умерших в прошедшем году. Скажем, сто людей, которые умерли. И мы говорим, да, это правильно. И когда мы размышляем об этих людях, эти люди были известны, они были богаты, у них было все, к чему стремятся люди в своей жизни. И мы видим, что эти люди делали. Мне хотелось бы упомянуть в этой связи рассказ Чехова. Герой этого рассказа интересуется молодой девушкой из Петербурга, певицей, и встречает ее на вечеринке, и она пишет ему записку, в которой сказано «давайте встретимся на кладбище». И время уже 10.30-11 вечера, он сидит у себя дома и думает, что я не такой дурак, чтобы мной манипулировали прихоти какой-то девчонки. Я мудрый, опытный, образованный ученый, я учился, обучался в лучших университетах мира, я твердокаменный ученый, и я не буду направляемыми эмоциями и явлениями поверхностными. Вот почему я не верю в Бога. Я верю лишь в то, что способны видеть глаза. Но, как говорится в старинном анекдоте, человек заходит в комнату и спрашивает, кому ты собираешься верить, мне или своим глазам? Именно в этом суть веры. Так или иначе, Дивья Дришти, Арджуна, ты не способен видеть то, о чем я говорю, ты не способен это видеть своими нынешними глазами, поэтому я даю тебе божественное зрение. Дивья Дришти, Даршан, Дивья Чакшух. Так или иначе, и этот человек, когда время приближается к полуночи, он думает, а вдруг, а что если она действительно пришла? И вот здесь именно это происходит с учеными, рационалистами, каждое движение, решение которых рационально обоснованное и тому подобное. С ними это происходит. В конце концов, Купидон победил, и все, вся его наука улетучилась, улетела в окно. Вся его рациональность. И неожиданно только это. Я люблю тебя. Я всегда любил только тебя. Вечный и вечный. Во веки веку. А что если она пришла, и он садится? Как это вы, ребята, называете? Он садится, заказывает себе тройку. Давайте не будем забывать, это рассказ Чехова. И он говорит, забрягайте тройку. Несколько лошадей в этой тройке, и вот эти лошади ржут, и он едет на тройке. На кладбище. И полночь наступила, она не пришла. И это рассказ Чехова. Ничего не происходит. Что это за рассказ? Этот парень знает, как писать. Что это за история? Что это за рассказ? Ничто не происходит. Ничего не происходит. Неужели Чехов хороший писатель? Великий писатель? Великий Чехов? Это глупейшая история. Я встретил девушку на вечеринке. Если бы это был Голливуд, то вы бы знаете, чем они занялись на кладбище, правильно? Это же Голливудская история. Тогда все посмотрели эту историю. Они опустились в могилу, шесть футов ниже уровня земли. Боже мой. Вот это привлекло бы внимание аудитории, но это уже не история Чехова. В истории Чехова девушка не показывается. И он вынужден ходить по кладбищу в одиночестве. Знатность, голубая кровь, слава и красота, и власть, все это ожидает неизбежного часа. В полночь или в другое время пути славы ведут лишь в могилу, как сказал поэт. И он начинает осматриваться, ходить по кладбищу, и видит все эти имена русских девушек. Екатерина такая-то, Людмила такая-то, Ольга такая-то, Светлана. Кто-то был оскорблен? Как вас зовут? Елена. Елена. Ира. И Саша. И Каша. И Маша. И Даша. Все они там лежат, на кладбище. Они были прелестны, они были красивы, они были сексуальны, они были соблазнительны, они были искусительны, то, к чему стремится любая женщина. И он видит их имена. Это родилось тогда-то, умерла тогда-то. Это родилось тогда-то, умерла тогда-то. И он думает, они когда-то были прекрасны. Они были столь же прекрасны, или красота их превосходила, красоту этой девушки. Поскольку, как мы знаем, когда поэт описывает красоту, женскую красоту, и мы слышим в современной комментарии, «Слышь, парень, да эта телка была не такая уж и клевая, но это все субъективно. Чувак, красота субъективна. Все хорошие вещи субъективны. Объективный мир погибнет. Не только мы с вами погибнем, но все, что в этом мире, погибнет и появится вновь». Так вот, что делает Чехов? Мементо море. Он напоминает о смерти. Мы нуждаемся в тех, кто будет напоминать нам о смерти. Как есть напоминающие сообщения на ваших айфонах, о вашем счете. Точно так же мы нуждаемся в том, кто напоминает нам о смерти. В конце года. Конец, финна, финиш. Поняли? Это конец года. Конец времени. Определенного периода времени. Это время для мементо море. Подумайте. И мы скажем, «Господи, да мы же собирались просто повеселиться». Чувак, о чем ты говоришь? Это, конечно, веселая история. В конце года подумайте. Подумайте обо всех людях, которые умерли. Но это не единственное, о чем думаю я.